Тут хочу быть цветочной феей, у меня все получится, я уверена. Тут секатор, тут секатор, в голове какая-нибудь проволочка торчит, чтобы быстрее ее взять. Но запросы бывают разные, то есть на 300 рублей соберите пышный букет. Обязательно попросят упаковать в фольгу, почему-то называют следу фольгой. Главное не использовать при этом степлер. Когда берут букет, говорят, ого, я не ожидал, что он будет таким красивым. Хочешь узнать больше о современных и интересных профессиях, но не хватает на это времени? Ровно за 10 минут мы расскажем тебе о жизни людей разных профессий из первых уст. И, кстати, время уже пошло. Вы смотрите 10 минут, чтобы узнать. Привет, меня зовут Юля и я флорист. Работа флориста заключается не только в сборке букетов, но и принятие поставки цветочной. Нам поставщик привозит цветы, девочки-флористы разбирают, обязательно убирают всю зелень, подрезают цветы, расставляют в вазочке. Но до этого эти вазы нужно помыть в холодной воде, убрать в холодильник обязательно. То есть, когда нам пишут девочки, ищут работу флористы, пишут, вот хочу быть цветочной феей, у меня все получится, я уверена. И бывает такое, что человек приходит, и первое задание, которое мы ему даем, это помыть вазы и прибраться в холодильнике. Девочки немножко пугаются, и некоторых после первого дня работы мы не видим. Я как старший флорист в студии, я еще и занимаюсь закупками цветов, я формирую наш холодильник. Кроме этого, флористы работают обязательно с клиентами, это нужно человека встретить, буквально за 5 секунд понять, что ему нужно. Так что работа достаточно разносторонняя. Очень часто, да, к сожалению. И поэтому всех флористов, которые работают у нас в студии, я предупреждаю о том, что милые девочки, как бы вы не любили свою работу, не нужно геройствовать, не нужно поднимать тяжелые ведра с водой, не нужно возиться в холодной воде очень долго, и не нужно стоять в холодильнике, то есть сокращайте до минимума, выбирайте цветы, какие хотите в букет, уже находясь вне холодильника, а потом заходите и забирайте, потому что здоровье важнее всего. Еще 25 мая, на последние звонки, конечно же, нет, спрос на цветы, особенно после карантина, очень сильно увеличился. То есть люди соскучились по праздникам, все быстро-быстро раскупили цветочки. Ну и плюс еще в обычные будничные дни у всех дни рождения, у всех какие-то праздники, годовщина свадеб. Нет, я бы не сказала, что самые такие загруженные дни только вот три дня в году. Хотя да, конечно, 8 марта это 5, 6, 7 и 8 марта. Я не могу говорить за всех флористов, я обожаю праздники. Это невероятный заряд энергии, это ты постоянно в движении, постоянно в тонусе, нет времени на то, чтобы покушать, выйти, подышать воздухом. Это всегда у тебя тут секатор, тут секатор, в голове какая-нибудь проволочка торчит, чтобы быстрее взять. То есть нет, я обожаю, наоборот, когда много работы, когда ты загружен, весь в делах, это еще и адреналин. А еще круто, когда все получается. То есть заказы вовремя доставляются, все клиенты, когда берут букет, говорят, ого, я не ожидал, что он будет таким красивым. От этого, конечно, заряжаешься и праздник я обожаю. На мой взгляд, чем больше разных цветов, фактур в букете, тем он интереснее, больше его хочется рассматривать. И очень важно, конечно же, правильно поставить цветы в букет, то есть сделать группировку по цвету, по фактурам, опять-таки, сделать какие-то интересные выпады, правильно упаковать этот букет и очень важно его правильно сфотографировать еще. На 100 рублей, скорее всего, нет, потому что сейчас стоимость, например, той же одной розы от 120 рублей, ну, такой более-менее длинный, то есть не там, не 40 сантиметров какой-то. Но есть розочки по 60 рублей, то есть если три розы, то уже получается 180 рублей, так что, скорее всего, нет. Но запросы бывают разные, то есть на 300 рублей соберите пышный букет. Это очень сложно бывает. Мы стараемся не упаковывать цветы в следу, только если этого сам не попросит покупатель. Например, если приходит мужчина, и он таких классических взглядов, он обязательно попросит упаковать в фольгу, почему-то называют следу фольгой. Ну и так как клиент захотел, приходится упаковывать ему. Вообще, следу мы используем в упаковке моно-букетов как верхний слой. То есть, например, это цветы, какой-то красивый лист газеты или стильного журнала, и сверху можно упаковать следу. Смотрится достаточно интересно. Еще если правильно сфотографировать, то прям очень классно. Главное не использовать при этом степлер. Я не выращиваю цветы зимой. Мы закупаем все в Голландии. Есть итальянские цветы. Покупатели думают, что цветы абсолютно все есть у нас в студии, всегда в холодильнике. Зимой могут прийти искать пионы. Прям бывает, что взглядом ищут. Либо во второй зал заглядывают, а может быть и вас там есть. Цветы выращиваются на плантациях специальными фермерами, специальными цветочниками. Но сейчас, так как лето, есть местный поставщик. Мы закупаем у него особенные сорта цветов на местных плантациях в Оренбургской области. Можно поехать самому, даже выбрать прям так пальчиком. Мне вот это, вот это и вот это. И тебе срежут и сразу доставят в город. Это очень удобно. Я думаю, что это приходит с опытом. И чем чаще ты заказываешь экзотические цветы, вроде как ранункулюсы, аспидистра, астильба, то все это запоминается намного быстрее, если ты работаешь с этим цветком. То есть, если он есть в холодильнике, если каждый раз ты натыкаешься в накладной на это название, то очень быстро запоминается. Как раз вчера я собирала большую композицию для мужчины. Нет, мужчинам, как правило, дарят цветы. И, как правило, они темного цвета. Либо можно это обыграть при помощи упаковки темного цвета, либо какого-то кашпо, шляпной коробки. Они приходят к нам и говорят, а соберите нам букет из бутылок какого-нибудь лимонада, какой-нибудь рыбы. Мы объясняем, что мы занимаемся флористикой, а не фуд-флористикой. Это немножко разные вещи. Но если человеку очень нужно, он заказывает в другом месте. Если нет, если я сумею убедить в обратном, что можно подарить цветы, у нас есть подходящий состав, и человек остается, мы собираем уже красивую композицию или букет для мужчины. Многие опасаются брать готовые букеты, потому что не знают, что внутри. Но каждый день мы собираем новые букеты, ставим их на витрину, и каждое утро мы приходим, проверяем все стебли. То есть, если какой-то цветочек чувствует себя в букете плохо, мы обязательно меняем его, переделываем букет. Нет, как правило, такого не случается. Бывает, что мы не заметили, какой-то цветок плохо себя почувствовал, и увидели это, когда букет вытащили из холодильника, и уже протягиваем клиенту, мы быстро меняем. То есть, это все делается... Ни в никаком случае не скрывать, что там, ой, забрал их, хорошо. Нет, нет, так делать нельзя, потому что я сама получаю в подарок цветы, и бывало такое, что мне муж дарит букет, я разворачиваю, снимаю всегда упаковку дома, и понимаю, что внутри половина цветов, даже не недельной давности. И всегда это очень обидно. Я представляю, что сейчас он придет домой, подарит своей маме, своей жене букет, они развернут, и будет такое разочарование. Нет, так делать нельзя. То есть, если ты не уверен, а простоит ли он там 2-3 дня, лучше его не ставить. Я заканчивала курсы в Москве, поехала в Академию флористики. В Оренбурге тоже есть флористы, которые обучают этому. Можно обратиться к местным учителям, почему нет. Но, кстати, флористу еще очень помогает практика. То есть, можно смотреть кучу мастер-классов, кучу вебинаров, но если ты не берешь цветы в руки каждый день, не собираешь красивые букеты, какие-нибудь объемные, раскидистые, то очень сложный навык набраться. Мне нравится собирать букеты и фотографировать цветы. Я обожаю это делать. Собирать букеты классно, когда тебе покупатель доверяет. Например, он говорит, что у меня есть 5000 рублей, соберите мне классный букет. На ваше усмотрение. Я видел ваши работы, сделайте мне красиво. Ты, конечно, берешь цветы и начинаешь творить, потому что у тебя есть свобода абсолютная. Тебе доверился человек, и ты собираешь букет. Вот это очень люблю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok